Народ, всем привет! Новый год, понятно, не за горами, я вам уже показывал. Давайте посмотрим Вомарт, товары для кухни. Такие мы товары, на самом деле, я еще ни разу не показывал, по-моему, как всякие скалки, вилки, ложки, мешалки, открывашки, в общем, поварешки. Все то, что, в принципе, используем каждый день, но особо на них не смотрим. А вот давайте посмотрим, какие есть они в Америке и сколько это все дело стоит. Походим с вами по нашему замечательному Вомарту. Ну что, ребят, для кухни есть много всяких принадлежностей. Например, смотрите, 24 вот таких вот штучки, да, в которые можно, контейнеры, которые можно загружать, но они уже в таком, в общем-то, можно сказать, почти подарочном наборе. И видите, вот тут всякие такие штучки, они с крышечками, кляк-кляками, как некоторые выражаются. Но, в принципе, мне кажется, что очень, ну, видите, вот тут прям есть три таких, три таких перечислено. Штука здоровская и стоимость ее всего 5,88. Мне кажется, отличный сет для хранения всевозможных вещей и переноса их. Видите, как много. Так, первое, что я здесь увидел, вы знаете, это подставки в газовые горелки. Вообще, на самом деле, я, честно говоря, не видел в Афлориде газа, но вот здесь вот это явно подставка в газовую горелку. Я не знаю, я, наверное, правильно идентифицировал эту запчасть. Мне кажется, да. Вот, а здесь то же самое, но не знаю. То есть, это, видимо, вы знаете, это, видимо, когда у вас убежало что-то, чтобы вам потом не намывать. Вы просто потом достали вот эту штуку и помыли спокойненько где-нибудь в этом, в костудомоечной машине все. Есть черные, кстати, такие. Ну, наверное, удобно, но у нас, честно говоря, электрическая плита и с газовым плитами я в Афлориде не сталкивался. Почему-то здесь, видите, бургер нарисован. Вот здесь вот курица, а здесь вот нарисован картофан, картофель фри. Странно, но факт. В общем, так, магнитики. Ну, вообще, американцы известные органайзеры, потому что все подряд организовывают. И алфавит с магнитиками, знаете, как в детстве был такой. Ну, видимо, для чего-то он тоже нужен. Люди для чего-то его используют. Термометр, Candy Deep Fry. Ну, термометр для жарки. Тут, в принципе, видите, есть параметры в Цельсиях и в Фаренгейтах даже и градусник. То есть, до какой температуры загревать. Но так, давайте, скажем, откровенно, штука полезная. Кто этот таймер, у кого нет на самой плите. Хотя, в принципе, мне кажется, сейчас большинство плит с таймерами. Старт, стоп, презент. То есть, такой удобный. Яйца, допустим, варить, видите? Цифровой таймер. Есть вот такой вот классический мир. Мне кажется, вот даже на старых советских кухнях были вот эти таймеры, которые чик-чик завел. И он там, цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик-цик. Помните, да, такие? Я почему-то помню, у меня лучше у бабушки была такая. Так, здесь термометры для выпечки. Здесь термометр для холодильника. Это если вы храните. Ну, в общем, если вы совсем заморочены или вам прям надо категорически держать какую-то температуру в холодильнике, тоже такой товар специфический. Так, это для приготовления, то есть, понимать, что мясо готово. Вот тоже вот такой вот термометр. Втыкаешь и смотришь. Вот это, кстати, тоже термометр. И цены, простите, я покажу, 12,8 долларов. Здесь по 3, по 5. Здесь вот такой термометр. Вот так вот он здесь показывает. И, в принципе, дана таблица тоже, видите, температур и по мясу. То есть, рыба, мясо, яйца, вот все подряд. Fresh beef, главное, и есть ground meat. Ну, в общем, все это помогает вам определить. Вы знаете, я, честно, сам ни разу не пользовался, но мои знакомые рассказывали, что это очень удобно. Правда, большей части вот все используют вот такую штуку. Если вы хотите понимать, что у вас мясо до конца приготовилось, или когда вы хотите сделать, допустим, себе medium rare какой-нибудь или medium такой прям, да, то вот, конечно, использование этого термометра, оно сильно помогает. Видите, 18-20 долларов. И, в общем, тут тоже, тут тоже, видите, есть показания, что и как, что к чему. Так, в общем, такие вот специфические штуки, которые, честно говоря, я в российском магазине просто не видел, ну, или не обращаю внимания, но мы, честно говоря, мясо каждый день на гриле не делаем, ну, не делали в России, да, поэтому. Так, лопатки, набор 4,27, весы, весы 24 доллара стоят, ну, весы как весы. Есть маленькие совсем вот такие вот, ну, в районе 26 долларов, кухонные. Ну, мне кажется, тоже, ну, я не знаю, кто это, кто на диете, наверное, завешивает. Внизу дуршлаки по 4 доллара, по 6, видите, металлические вот такие ведра 11 долларов. Вот эта удобная штука, это, ну, грубо говоря, масленка, да, так называемая, или можно бальзамик. Когда вы купили канистру большую, туда налили, и удобненькое можно использовать. На самом деле, кто постоянно, конечно, готовит, потому что мне кажется, что можно купить и масло, и бальзамик в обыкновенной упаковке использовать. Так, что это такое, ребята, это, это для кукурузы, это чтобы есть кукурузу до конца, всегда неудобно, да, там держать, поэтому втыкаете и держите кукурузу, вот так вот, то есть, понимаете, да, слева и справа, и у вас получается, как, вот так, как скалка, она выглядит, и вы ее объедаете, и таким образом вы кукурузу не трогаете и не пачкайте руки. Вот такую штуку я тоже вижу, на самом деле, в первый раз 3,97, но мне кажется, удобно. Так, это картофель очистки по 97 центов и 2,97, вот такой дружбачок, 6 долларов, нержавеющая сталь различных размеров, очень здорово, оба-на, 5,44, смотрите, какой набор большой, какой-то, вот такой вот паломничек, видите, можно его даже ставить, он, он ставится, достаточно интересный. Когда вы что-то так зачеркнули и поставили, да, или добавить, там, желток, например, когда делаете, ну, я просто, для примера, фантазирую уже. Так, баттеркипер слайсер, ого, а вот эта штука очень прикольная, почему, объясню, это слайсер, то есть, это масло, когда вы храните, видите, вы его можете вот таким образом хранить и, соответственно, резать, понятно. Да, то есть, его можно отрезать кусочек себе и, вот, то есть, понятно, да, по мере, то вы передвигаете и отрезаете, кусочек вытащили, опять передвигаете. Ну, все, прикольная штука, доллар 84 стоит, ну, не особо нужно, все равно все ножом пользоваться, но вдруг вам так кому-то подать, красиво, удивить. Так, чистка резка, 394, это что еще за шоттики такие маленькие, якорь, нет, все, даже не понял, для чего, причем тут якорь, ну, в общем, а, это, видите, чайная ложечка, унция есть, мерный стаканчик. Так, в общем, мерный стаканчиков разных, стоят они 94 доллара, доллар 76, здесь очень дешево. Так, вот такой, смотрите, наборчик 9,97, инструменты для кухни, ого, он достаточно большой наборчик, видите, там сколько всего. Давайте покажу вам вот так вот, ну, да, поприличный наборчик. Так, мерный, вот такая чашечка, стеклянная, кстати, ну, это непрактично, честно говоря, стекло, мне кажется, разобьется быстро. Это что такое? Это, кстати, мороженое, по-моему, можно накладывать и делать такие вот, 5,47, да, это когда печенюшки вы делаете, ложечка, да, то есть она нажимается, да, и у вас забирается тесто, потом разжимается и можно дозировать таким образом, ну, тоже так, для удобства, не скажу, что очень необходимая штука. Так, щипцы, вот кто-то уже там говорил, что почему плохие, ну, вот щипцы реально плохие, они, ну, вот для такого вот приготовления нормально, они просто, вы знаете, вот эта штука у них разбалтывается, они начинают в разные стороны болтаться и, в общем, очень быстро они приходят в негодность. Тут для макарошек, да вот таких, то есть для мяса не пойдет, и вот к чему. Так, вот такие вот цеплялки, видите, тоже 97 центов, сделать там салаты, то есть для салатов, для подачи. А это, ребята, ничто иное, как шампура, 2,97. Есть, кстати, вот такие бамбуковые, да, можно делать, но бамбуковые сгорят, если вы шашлык прям будете, прям шашлык-шашлык делать, а вот так вот, гриль можно салат, такие шампуры, на самом деле, других здесь нету, наверное, они бы сильно удивились, что мы такими плоскими привыкли пользоваться большими, ну, все, наверное, пользуются, да. 5,92, вот такой шикарный наборчик, и вот такие наборчики, смотрите, какие, 14,97. Очень здорово, внутри, видите, вот такие вот наборчики. Так, мерные стаканчики, половники, так, это, я так понимаю, да, Маша, это толченку толочь, вот так скажем, да, пюре делать, в общем, удобно. Орехи, и это еще вот сифуд, почему написано, знаете, когда краба едите, вот здесь стол он краб, есть такой, у него очень жесткие панцир, и его, да, в принципе, как и на самом деле у Аляска краба, или нашего камчатского краба, то же самое, то есть, ломать, поэтому оно и для орехов, и для, в общем, сифуд всевозможные, лобстера, например, тоже. Так, открывашки для банок 2, 2,34, но она у нас почему-то очень быстро сломалась, пришлось купить нормальную. Вот это какая-то оказалась ненадежной, возможно, просто такая попалась. Так, это что такое? Это что такое? Ребята, у кого я сидел, это магнитные, что? Клипсы, для чего? Для чего эти магнитные клипсы, ребят? А, ну это, наверное, на холодильник, может быть, крепить, а, или сушить что-то. Видите, там, вот, совершенно, когда вы сушите, что-то, наверное, зацепил, и на магнит, на холодильник повесил, или куда-нибудь повесил, не знаю, в общем. Это я так, честно говоря, дофантазировал, magnetic clips тоже, почему-то орехи нарисованы. Может, пакетик подвешивать, в общем, айфу, новая идея, как говорится. Это, это, кстати, открывашка обыкновенная, странная бы очень, виду, в общем, такая открывашка. Из прошлого, 94 цента. Совочек, а вот, смотрите, какая, 9,97, вот такая штуковина. Делать лапшу из кабачка, например, или огурца, прикольно. Так, ну, вот тоже дозатор, вот такой вот, венчик, венчик 3,97. Здесь, что еще, давайте посмотрим, есть. Чистка вот такая, вот какая-то, не знаю, первый раз вижу, 4,64, видите, как-то она чистит по-другому, в принципе, немножечко другой у нее. Ну, в целом, как говорится, те же я, только, а, смотрите, даже можно этим удалять. Червоточинки из всяких, там, картошки, например. Везде можно удалять, вот так все, все скажут, ну, и будут правы. Ой, смотрите, какая штука. Вот это, видите, это, чтобы не проскальзывало, когда у вас руки мокрые, вам надо банку открыть. Чтобы не проскальзывало, понятно, что ее лучше поддеть, да, там, чем-то. Но, если вот бывает, там, на кухне быстро готовишь, руки жирные, банка вроде вскрыта, но, чтобы не париться, она, видите, специально такое, она цепляет, и вам удобно. И, в общем, трение между рукой банка получается намного сильнее, и вам получается проще открыть, что не порассказывалось. Так, это вот, 8,94 она стоит. Это для сыра, терочка такая ручная, половничек я показал. Вот это, а вот это бомбическая штука, смотрите, для авокадо. Вот так трюкс, выгребли, и у вас трюкс, вот так вот авокадо сразу нарезанное. Авокадо же запарить, срезать, и будет одинаковый. Шикарное решение, вообще, на мой взгляд, 4,97 она стоит. Ну, это мы видели с вами много раз, магазин на диване, как говорится, это дозаторы на бутылке для масла оливкового, и для бальзамика, пробки. Так, спритсы, чеснокодавка, 3,94. Всем интересно посмотреть на чеснокодавку американскую, она такая же абсолютно, как и в России, ничем не отличается, поверьте. Так, вот опять вот эти клипсы, что это, ребята, что это, почему на них чипсы, я не понимаю, никак не понимаю, почему нарисованы чипсы, эти клипсы продаются. У меня нет идей. Так, вот такая открывашка для банки, ну, вот эта, мне кажется, неплохая. Нож для резки пиццы, ананаса выдергивать или ананаса резать, или вот так вот, видите, 8,97 стоит. То есть, пункт опустили, пункт достали, и у вас, в общем, ананас готов. Так, это что такое, это что такое, что это такое? О, это, кстати, открывашка. Другой принцип, видите, сверху. Одели, она электрическая. Стоит 20 долларов, многим, в общем, подойдет, чтобы не запариваться. Нажали на кнопочку, у нас прокатился, и банка открылась, еще и крышка наверху осталась, видите. Зачет, вот эта штука нужная, важная. Ой, какая прелесть для оливок, смотрите, какие маленькие оливки брать, вот, чтобы не руками, да, ну, я обычно зубочистку для этого использую, просто такие, берешь, палочки втыкаешь, и берешь, удобно их брать, но их постоянно тратишь. А вот так вот, смотрите, можно брать оливочки, и маленький, такая, терка для сыра тоже, 4,97 из двух набор стоит. Ну, вот эти вот, для мороженого, ложки, 2,97, так, о, тут, в общем, для блинчиков, для пиццы, по сути, все повторяется. А вот, смотрите, полотенцедержатель, по всей видимости, ну, я уже так додумал, думаю, да, потому что три разноцветные, магнитные, то есть полотенчиком на холодильник, или куда-то там на полку повесили. Смотрите, какие оригинальные ложечки, и при этом она, видите, ну, да, это вот вам раз за все, ну, потом раз оттуда вывалили. В общем, круто, здорово еще, видите, какое оно оформлено так оригинально. Клотушки по 8 долларов. Ой, какая прелесть, смотрите, для тортиков, 6,97, лопаточка. Ну, все, в общем, можно сделать, видите, прямо так, в цвет, в общем. И для непоклонников этой хохломы можно вот это вот покупать черное просто и нержавеющие. Подороже, но, в принципе, тоже, видите, наборами прям есть и для пиццы, и открывашка, и все. В общем, все подряд. Вот такие вот, не знаю, меня совершенно не привлекают. Пережженный металл такой, который вот так вот, в общем, такой разноцветный получается. Ну, не знаю, мне он не нравится, просто чисто, чисто внешне. Вот, а мне так все остальное лучше. Ну, и опять пошли, это уже KitchenAid, и термометры, и открывашка KitchenAid. Не знаю, стоит ли покупать KitchenAid, но я думаю, что да, однозначно стоит, потому что я прям как-то вот люблю вот это вот все. И тут даже, видите, даже скалка KitchenAid, какая прелесть. Вот KitchenAid повсюду, и, кстати, и стандпот, видите, тоже тут всевозможные свои кухонную утварь стал делать. Видите, ох, какая силиконовая. Видите, это чтобы курицу, вот когда вы там тушили, варили, это вовнутри, и просто потом достаете. Я первый раз вижу, поэтому я удивляюсь, многие скажут, а, Вова, мы все это видели, все это знаем. Ну, и посмотрите, KitchenAid, вот, вы знаете, прям, она стоит 14 долларов, на самом деле. А ее в руках приятно подержать даже. У меня какая-то любовь к KitchenAid, если честно. Не знаю, почему и откуда, хотя я даже и не пользуюсь ничем таким. Даже, видите, чашечки к KitchenAid. Ну, качество у них реально прям приятно в руки взять. Вот, чего сказать, вот это оно действительно вот так вот. Вот, так что вот так вот. Ребята, вы имеете право об этом знать. Спасибо, что посмотрели серию товаров для кухни. Я постарался максимально подробно пройти этот рядок. По-моему, впервые так подробно. Надеюсь, в этот раз никто не скажет, что я быстро-быстро пробежал. Вот, все показал, все посмотрели. Вот эту, кстати, штуку. Вот эту, кстати, штуку я вам не показывал. А что это такое? Гамбургер-чоппер. Это, в общем-то, лочь мяса, по всей видимости. В общем, вы имеете право об этом знать, потому что это интересно. Некоторые вещи я впервые сам увидел. Это точно, видите, делать мясо вот, чтобы оно вот такое вот было прям вот разваливалось на волокна, когда вы его выварили, и потом можно поколоть. В общем, надеюсь, какие-то штуки вы увидели впервые, и вам они понравились. Теперь вы об этом знаете. Всем пока, увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok